Сегодня в городском Агимате прошло заседание штаба по подготовке к предстоящему отопительному сезону под руководством Акима Семея Бахчана Баяхметова. Как стало известно на собрании, в настоящее время только 36% жилых домов Семеи готовы к предстоящей зиме. Подробности у Бахат Кульказес. В текущем году на ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения города предусмотрено более 2,5 миллионов тенге. В рамках утвержденного плана мероприятия был проведен ремонт котельных Центр 103-103А Габасова, 35-й квартал. Строительство перемычки между котельными Центр 103-103А. Также идет наладка и регулировка гидравлического режима тепловых сетей вышеперечисленных котельных. На сегодняшний полностью мы сами все подготовили. Мы готовы, просто нужно регулировать те моменты, что это после включения отопительного. Это поэтапная работа, поэтому первый этап – проведение обследования, разработка тепловых и гидравлических анализов. Проведено обследование, на сегодняшний анализ у нас имеется и у нас подготовка идет. А по словам технического директора предприятия Семей Водоканал, на сегодняшний день около 50% выполнена прочистка канализационных сетей. Ведется прочистка канализационных коллекторов в районе мясокомбината и работы по подготовке водозаборных сооружений. Это прокачка скважин и замена насосного оборудования. Планируется замена запорной арматуры. На замену запорной арматуры требуется около 30 миллионов тенгей. Сейчас мы отрабатываем теплокомную энергию по поводу погашения задолженностей, чтобы для того, чтобы провести трафик. Трафик сделаем. А когда вы сделаете? Уже август месяц. Вы это понимаете или нет? Понимаем, но у нас сейчас все вопросы финансов. Вот финансов. Куда теперь уходят эти средства, которые у вас поступают с теплокомную энергию? Вы понимаете, как раз здесь составляли этот график для погашения задолженности подширек с энергией трейдов. А ваша запорная арматуры, она должна была сидеть в тарифе. Мы на нее и внимание обращали. А сейчас вы говорите, нужны средства. Да, нужны средства на замену запорной арматуры. Именно. Так, Виталий Александрович, разберитесь с семьей Водоканов. Они абсолютно сейчас завалят работу по подготовке в зиме. Я считаю, неудовлетворительным отчет руководства КПП семьи Водоканов. А вот отчет заместителя руководителя отдела образования о подготовке к предстоящему отопительному сезону подведомственных объектов получил одобрение. В семейском регионе есть 66 школ. Из них 43 подключены к центральному отоплению. У 8 школ есть автономное отопление, говорит замруководитель отдела образования. По всем объектам образования заключены договора на поставку угля. Несмотря на графики, поставки договора у нас на хранение угля есть. И на сегодня мы уже выполнили 41% на поставку и на хранение. Мы свою работу завершим до 1 августа. На сегодняшний день к центральному теплоснабжению подключены 1187 домов. Из них к отопительному сезону подготовлены только 423 дома. Это является низким показателем, говорит Аманта Ютельбаев. Имеется процент 36%. Конечно, это мало, но в данном направлении сейчас есть постановление правительства, где мы работаем по направлению создания ОСИИ по своей товарищу. Проводится разъяснительная работа, создана рабочая группа полностью. Те мероприятия, которые уже выполнили, они выполнили. Создание паспорта гонородов. На сегодняшний день, конечно, паспорт готовится очень низкий, но будем в этом направлении работать. Что касается заготовки топлива для населения, проживающих в частных домах, то для нужд населения заготовлено 260 тысяч тонн угля. Сейчас в наличии есть 163 тысячи тонн. Есть три официальных поставщика. Стоимость одной тонны варьируется от 9200 тенге до 12700 тенге с учетом транспортных услуг. В завершении совещания градоначальник дал ряд конкретных поручений руководителям отделов и предприятий. Бакатгуль Казя, Сайдос Айткалиев, Телеканал Семей.